Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! В прошедшее воскресенье мы чтили память всех святых. В этот воскресный день совершается память всех святых в земле российской просиявших. А в следующий воскресный день мы будем совершать память Собора Белорусских Святых. И сегодня мне желанно поразмышлять перед вами о святости. Что же такое святость? Святость составляется из двух начал – из дара Божия и из мужества, из верности человеческой. И поэтому святость не может измеряться достижениями, а может измеряться только великодушием человека и безграничной милостью Божией. Нет больших и малых святых, есть только люди, которые сумели себя без остатка отдать в руку Божией. Одним было дано совершить много, другим – как будто меньше. Имена одних известны везде, имена некоторых почитаются поместно. Одни сияют на весь мир, а другие, как теплящаяся лампада, как скромная свеча, горят перед лицом Божиим и освящают немногих. Святость одних понятна всем, святость других таинственна, порой непонятна, порой непостижима. А сколько безымянных и неизвестных для нас святых, имена которых ведомы только Богу. И все эти люди, которые выросли в полную меру того, что задумал о них Господь, «Когда державным словом Он их вызвал из небытия, все они были людьми, людьми такими же, как и мы, хрупкими, порой колеблющимися, часто грешными». И единственная разница, по слову Серафима Саровского, между святым, вырастающим в полную меру человеческого роста и призвания, и грешником, который погибает, гибнет, – в решимости. В решимости стоять за все в себе самом, самое благородное, самое чистое, самое высокое и прекрасное. В решимости, когда какое-либо слово Божие или слово молитвы тронет наше сердце, отозваться на Него не только чувством, но и жизнью, всем опытом жизни. Казалось бы, это так легко. У каждого из нас есть какая-то светлая, прекрасная сторона. В каждом из нас есть порывы благородства, красоты, величия. Если только бы мы нашли решимость, решимость изо дня в день жить для этих прекрасных свойств нашей души. И если бы мы только нашли в себе решимость, то мы выросли бы мы в меру такого величия и красоты, о которых мы не имеем даже понятия. Потому что порой так убогие, такие нищие в нашем духовном опыте. Если бы каждый из нас, кого в какой-то момент коснулось слово Божие или слово молитвы, отозвался бы и, может быть, примерно так сказал, «Боже, как это прекрасно! И в этом простом, незатейливом я могу быть заодно с Тобой, рядом с Тобой, одной душой, одной жизнью». Боже, как это легко, если бы только мы могли так отозваться и продолжать так жить. Просто так жить, то мы были бы Богу своими. Свои, родные, не только по Его любви, но и по нашему ответу. Задумаемся над этим, потому что на самом деле путь этот прост и полон радости, полон света, хотя требует он и мужества, и отречения от себя, и порой жертвы. Но как все это прекрасно, и как все это просто, и как это достижимо, и какой мир был бы вокруг нас, если бы один из нас сумел так отозваться и сиять в нашей среде, сиять благодатью, сиять любовью, сиять радостью и милосердием, сиять строгостью подвига, который делает человека подобным Богу. Задумаемся над всем этим, над святостью и нашей жизнью. Задумаемся над всем этим и будем решительны в добре, в добрых делах, решительными в добром отношении друг к другу, решительными в добром отношении к окружающему нас миру, к нашей земле и к тем людям, которые находятся рядом с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова